Если научить собаку включать и выключать свет, можно ли будет ей пользоваться в шаббат? Научить собаку включать и выключать свет для того, чтобы в субботу можно было, и управляя ей, регулировать электричество. Хороший очень вопрос. На самом деле, что касается животных, в субботу есть несколько моментов, которые ограничивают наше использование животными в субботу. Один из запретов – это повелительная заповедь. Здесь заповедь, она примерно слышится так, что для того, чтобы отдыхало животное, то есть там говорится, осел твой, бык твой вместе с тобой, имеется в виду любое животное. Животное домашнее, принадлежащее еврею, оно должно отдыхать, даже взять то же самое животное, отдать это, скажем, представителю другого народа, не еврею, чтобы он им мог пользоваться, работать с помощью него и так далее. Это тоже нельзя все то время, пока это животное принадлежит мне. Поскольку зажигание света – это является одной из работ, скажем так, в субботу, одним из нарушений субботы, это значит, что если я собаке своей приказываю зажечь свет, то я ей пользуюсь в субботу. Кроме того, есть еще ряд запретов, которые в Торе, которые запрещают нам животными пользоваться в субботу, например, такой запрет, как мехомер, то есть когда человек делает одну из 39 работ, управляя животным, то есть науськивая животное, на то, чтобы оно эту работу сделало, если это определено как запрет в субботне. Поэтому, как бы то ни было, это очень мило, это очень хорошо, но это надо ставить такие фокусы на будни, просить собаку, чтобы она зажгла свет, когда находятся гости, когда находятся особенно дети, они будут в восторге, но не в шаббат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова